МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одно из условий выздоровления – желание выздороветь. Здравствуйте! С вами программа о том, как сохранить свое здоровье, семейный доктор. И я, Елена Вишнева. 2015 год объявлен в России годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Инсульт стоит на втором месте после инфаркта по тяжести осложнений и смертности. О самом заболевании и о том, как можно защитить себя от него, мы будем говорить с главным врачом Центра медицинской профилактики кандидатом медицинских наук Татьяной Викторовной Репкиной. Здравствуйте! Здравствуйте! Татьяна Викторовна, насколько актуальна сегодня проблема инсульта в нашей стране и в мире? Ежегодно во всем мире отмечается более 12 миллионов инсультов. А в Российской Федерации отмечается ежегодно порядка, фиксируется ежегодно порядка 450 тысяч инсультов. То есть каждые полторы минуты у кого-то из россиян происходит данная катастрофа. Известны ли причины, которые приводят к развитию такого грозного заболевания, как инсульт? Факторы риска традиционно делятся на модифицируемые и немодифицируемые факторы риска. Немодифицируемые факторы риска – это те некорригируемые факторы риска. Это такие, как пол, возраст и наследственность. Конечно, специалистов интересуют модифицируемые факторы риска, управляемые факторы риска. Это такие факторы риска, как повышенный уровень артериального давления, гиперхолестерин и мия, это здоровое питание должно быть, а нездоровое питание увеличивает риск развития сердечно-сосудистых катастроф, это достаточная физическая активность, это необходимость отказа от вредных привычек, особенно курения. Вы знаете цифры своего артериального давления? Если нет, то советую измерить, ведь именно высокое кровяное давление является одной из основных причин развития инсульта. В норме давление должно быть ниже 140 на 90 мм ртутного столба. Однако, если у человека в покое давление приближено к этим показателям, то это повод обратиться к врачу-кардиологу. Так называемое повышенное нормальное давление является таким же фактором риска развития инсульта и инфаркта, как и высокие цифры артериального давления. При повышенном артериальном давлении что происходит? Вот это верхнее систолическое, что мы называем давление, оно в значительной степени зависит от сердечного выброса. То есть интенсивный сердечный выброс, кровь бьет по внутренней стенке сосудов во всем организме, и вот это бесконечное напряжение приводит к повреждению внутренней стенки сосудов, опять же, в почке, в головном мозге, в глазах, во всех органах. И сосуды начинают работать неправильно, они появляются, так называемая, дисфункция эндотелия. Сосуды склонны к спазму становятся, склонны к тому, чтобы в них задерживался холестерин, гипертония – это фактор риска развития атеросклероза. И это не где-то там в одном местечке, это тотально во всем организме. Высокое кровяное давление связано с повышенным риском развития не только инфаркта и инсульта, но и почечной недостаточности, потери зрения и слепоте. Чтобы избежать серьезных осложнений артериальной гипертензии, необходимо знать и контролировать свое кровяное давление. Татьяна Викторовна, может ли человек сделать что-то для того, чтобы избежать этого тяжелого заболевания? Это здоровое питание, отказ от вредных привычек, контроль артериального давления, уровень холестерина, а также достаточная физическая ежедневная активность – это те факторы, которые необходимо контролировать. И при соблюдении этих простых правил ведения здорового образа жизни снижается риск развития сердечно-сосудистых катастроф. Зое Петровне 80 лет. И несмотря на почтенный возраст, чувствовала она себя вполне нормально. Но в один вечер все резко изменилось. Полетели звездочки в глазах. Я телефон на тумбочке. Дочку набрала сразу. Я начала ей говорить-то, а у меня ничего не получается. Она еще. А потом она догадалась. Мама, ты не можешь говорить. Я говорю, ммм. Зоя Петровна относится к тому небольшому проценту людей, кому показана тромболитическая терапия. Кроме того, она поступила в больницу в первые 4,5 часа от начала инсульта. Это так называемое терапевтическое окно, когда лечение наиболее эффективно. Эти два фактора за считанные часы в прямом смысле вернули ей возможность говорить и двигаться. Зоя Петровна поступила к нам с клиникой острого нарушения мозгового кровообращения. Это было 10 дней назад. Клиника развивалась остро. То есть поступила она в ближайшие часы от начала заболевания. И ей была проведена тромболитическая терапия. Сейчас динамика положительная. Состояние больное удовлетворительное. Больная самостоятельно передвигается по палате, разговаривает, все понимает. За собой ухаживает полностью. Но лечение на этом только начинается. Инсульт может развиваться по целому ряду причин и заболеваний. Поэтому врач должен определить, что именно послужило толчком к мозговому удару. И принять все меры для профилактики повторного инсульта. Что же такое вторичная профилактика? Вторичная профилактика – это коррекция факторов риска. То есть это отказ от курения. Полтора раза повышает уровень сердечно-сосудистых заболеваний, если человек горит. Это отказ от приема алкоголя. Это усиление, увеличение двигательной активности. Дозированные физические нагрузки, ходьба 30-40 минут в день, 5 дней в неделю. Это изменение питания. Это коррекция массы тела. Диета с ограничением соли, жиров. В последнее время популярна средняя зеленоморская диета. Это куда включается рыба морская. Это бесспорно лечение таких грозных заболеваний, как артериальная гипертензия. Давление должно быть не выше 140 на 90. И ишемическая болезнь сердца с нарушениями ритма сердца. Это лечение сахарного диабета. Это лечение липидных нарушений крови. Чаще всего причиной инсульта являются тромбоз и тромбоэмболия. Поэтому мы назначаем для профилактики препараты, разжижающие кровь. Без проведения вторичной профилактики риск повторного инсульта в первые 30 дней достигает 8%. В течение первого года – 20. В первых 5 лет – более 30%. Правильно подобранное лечение сокращает этот риск до 80%. Начинать заботиться о своем здоровье никогда не поздно. Главное – это делать весело и с удовольствием. Помочь и не навредить. Это девиз школы здоровья, организованная Союзом пенсионеров Железнодорожного района. В школе здоровья ежедневно с 9 до 10 занятия по лечебной физкультуре. Затем, увы, не каждый день, как хотелось бы пенсионерам, расслабление в сенсорной комнате. В завершении здорового начала дня обязательно фиточай. Кстати, все растения женщины собирают сами. А врач-фитотерапевт каждый день рассказывает о целебных свойствах тех растений, которые растут в нашем крае. Сегодня наши героини чаевничали сами и угощали нас чаем с клевером красным. И вкусно, и полезно. В насыщенном графике активных пенсионеров уроки рукоделия, скандинавская ходьба, участие в районных и городских мероприятиях, выставках, спортивных соревнованиях. Пять дней мы занимаемся ЛФК в зале, любезно предоставленное нам центром. И мы на аллее Георгия Исакова ходим с палочками. Это тоже суббота-воскресенье. То есть у нас вот этот активный образ жизни из семи все семь дней. У нас нет перерыва. Этим пенсионерам некогда думать о болезнях. Каждый день у них новые заботы, новые встречи, новые дела. Давайте напомним о первых признаках инсульта и о том, как вести себя человеку, у которого они появились. Это немотивированное, внезапное появление слабости в одной из конечностей. Второе. Это нарушение речи. Нарушение координации движения, шаткость при ходьбе, а немотивированная, внезапная головная боль. Это те симптомы, которого каждого должны насторожить. И при возникновении данных симптомов необходимо своевременно, незамедлительно вызвать скорую помощь. Своевременное обращение позволяет сохранить жизнь пациенту и предотвратить развитие глубочайшей инвалидизации. По статистическим данным, лица, которые перенесли острое нарушение мозгового коробращения, только 10% возвращаются к своей полноценной трудовой деятельности, и 25-30% пациентов остаются глубокими инвалидами до конца жизни. Если вы задумались о своем здоровье, то бросайте курить. Зависимость от табака в полтора-два раза увеличивает риск развития инфаркта и инсульта. До встречи на следующей неделе. Берегите себя и будьте здоровы! Продолжение следует...